Значит, новые имена все-таки у нас есть. Да. Но, Жень, знаете, честно скажу, мы берем ребят, которые не пишут на потребу толпы. Мне толпа вообще не интересна. Для него всегда найдется куча писак. Мне интересны люди, которые способны все-таки двинуть культуру русскую. То есть примерно, если перевести на русский язык, что вы сейчас сказали, меня не интересуют деньги, сказали вы. Они меня никогда не интересовали. Это не значит, что у меня их не было. Но вот целью они не были никогда. Ни популярность, ни деньги. Вот, наверное, это самое главное, за что меня не любят. Потому что я как бельмо на глазу. А кто вас не любит? Да многие. Да многие. Мы с Аллой Борисовной все время очень закусывались на эту тему. Когда она мне говорит, почему ты не хочешь пять шлягеров? Я говорю, это ваше хобби. А я хочу петь музыку. Отстаньте от меня уже. Вот возьмите ваши шлягеры, хиты, ваши деньги, ваши попы популярности. И я говорю, оставьте мне петь музыку. Потому что мне слушать нечего. А для музыкантов тоже кто-то должен петь. И, кстати, спустя немного времени, по-моему, Владимир Иванович Хтиенко, когда я ему посетила, говорю, вот приходится петь песни на концертах, которые, ну, люди хотят их слышать, которые я, в принципе, пою для молодежи, для детей. Они их растаскивают на гибны разных там детских и юношеских сообществ. Да, там, помнишь, нас учили быть птицами, вот такие, потому что у них нет песен. Вот, настоящих каких-то юных песен нет. Я говорю, ну, мне это все уже, ну, станишки эти малые. Говорю, вообще хочется завязать просто совсем. Потому что люди ждут на концерте этого, а мне уже просто не хочется это петь. Мне хочется петь Ахматову, Бродского, Пушкина. У нас с Лешкой лежит много материала, который мы даже не можем включить в концерт. Вот. И он мне сказал, Олечка, пожалуйста, не нужно, ну, русским языком дергаться. Для нас тоже кто-то должен петь. Ну, это дорога в, не знаю, не буду говорить, что никуда, но я помню прекрасные с моей точки зрения работы Александра Борисовича Градского, который записывал целые пластинки на стихи классиков. Там, и не только Саши Черного. Это никуда не... Жень, вы ошибаетесь. Очень много публики. Они просто не могут платить такие деньги, которые, допустим, стоит билет на концерт Лепса. Там другая публика совершенно. Но я за этой публикой не гонюсь. Я, более того, я ее даже отрубаю. Я говорю, не надо ко мне приходить на концерты. Вы используете только себе. Понимаете, вы будете ждать того, что я не хочу давать. Я могу это дать, но не хочу.